Школьные учебники и детская литература, предметы военной формы и снаряжения, предметы с символикой националистических формирований, айдар и азов, флаги, буклеты, нашивки и многое другое. Все это было обнаружено на освобожденных территориях Донецкой и Луганской народных республик и впервые представили в музее панорамы Сталинградская битва. Среди этих документов, в частности, учебники истории. И мы видим, какой ерундой, не имеющей отношения к исторической действительности, пичкали украинских детей, которые уже выросли на этих учебниках. Вот учебник истории Украины, 10-11 класс, это 20 век и начало 21. И вот здесь с небольшим, может быть, допущением половина учебника про так называемый Голодомор. И несколько страниц про Великую Отечественную войну, из которых половина про вот эти бандеровские организации, про УПА, АУН и так далее. А после войны все, что было, восстановление Советской Украины, передачи, между прочим, решением Крущева, Крыма и так далее. Практически ничего здесь отражения не находят. Материальные свидетельства собраны группой музейных работников, созданной Министерством культуры по предложению Российского исторического общества. Большой вклад в организацию работы по сбору материалов внесли органы власти ДНР и ЛНР, а также фонд исследования проблем демократии. 50-томная летопись украинской поста Ческой армии. Если мы посмотрим, где она была издана, здесь все понятно. 2007 год этот конкретный том в Торонто. То есть он издавался еще в Торонто. И даже здесь указано, кто конкретно этот том финансировал. Это финансировала Нью-Йоркская компания. И в том числе здесь выходцы и организации. Прямо указано. Ветеранские организации украинской поста Ческой армии. То есть это потомки тех, кто вместе с Гитлером воевал против советского народа, против народа России. Выставка «Преступления украинских военных и нацподразделений на Донбассе. Свидетельство очевидцев. Временное». Волгоградский музей «Панорама» стал местом сбора материальных свидетельств, который в дальнейшем пополнит экспозиции других крупнейших российских музеев. «Мы, конечно, обращаемся с просьбой и к жителям пострадавших регионов, пострадавших районов Донецкой и Луганской народных республик, к людям, которые фактически стали заложниками Нью-Нацистов. И кто-то из них, освобожденных на ней территориях, был фактически заложником на протяжении последних восьми лет. Обращаемся с просьбой подумать о том, какие свидетельства их жизни, вот той трагедии, которую они перенесли, могли бы стать частичкой истории». А уже на следующий день в Ростове-на-Дону, в здании Южного федерального университета, начали работы курсы повышения квалификации для преподавателей истории вузов Луганской и Донецкой республик. «Для нас очень важный момент – это контакты, органическая связь с нашими коллегами-историками Донецкой и Луганской народных республик. Я вам скажу, что у нас есть индивидуальные контакты, мы их сохранили, мы их продолжили. Но я думаю, что очень важно сегодня говорить в институциональном сотрудничестве, которое мы, скорее, можно сказать, точно сегодня начинаем». В ходе пленарного заседания было высказано во многом судьбоносное предложение создать отделение РИО на территориях ДНР и ЮНР. «Мы выступаем за то, чтобы российское историческое общество помогло нам создать на территории нашей Донецкой народной республики, отделение российского исторического общества. Я думаю, все историки согласны со мной, поддерживают эту нашу инициативу. Я думаю, что мы найдем поддержку, так сказать, у наших коллег из Российской Федерации». «Хочу присоединиться к словам, сказанным моим коллегам. И в этом плане действительно сказать, что деятельность российского исторического общества, которому мы выражаем подлинное уважение, действительно является для нас подлинным флагманом и тем, что действительно поможет для нас, для историков Луганчика, Луганской народной республики, поскольку развитие у нас исторической науки многодельное, оно связано и с археологией, оно связано и с историей России, оно связано с социальной историей». Инициативу сразу же поддержал председатель правления российского исторического общества Константин Могилевский. «Мы сегодня же проведем опросов путем создания президиума российского исторического общества и уверены, что примем это решение и попросим Сергея Евгеньевича Анарышкина его прописать. И в скором времени встретимся уже у вас, подумаем, кого бы из крупных российских ученых можно было пригласить в Донецк, Луганск для разговора с преподавателями истории, с учителями, с сотрудниками музеев, архивов, потому что российское историческое общество, конечно, появившись на территории Донецка и Луганского народных республик, отстроит новые перспективы, в первую очередь в контактах с коллегами по всей стране, к участию в больших проектах, возможности быть услышанными». В тот же день положительное решение о создании отделений в ДНР и ЛНР было принято. Новые отделения помогут объединить ученых, преподавателей, музейщиков, архивистов, учителей. В республиках начнут реализовываться новые просветительские проекты. Перед историками Донбасса откроются широкие профессиональные перспективы. Поэтому первоочередной задачей является разработка историко-культурного стандарта по истории Луганщины. Подготовка на его основе новых линеек школьных учебников. Отделения в республиках будут открыты в ближайшем будущем. Служба информации фонда «История Отечества».